Привет! Меня зовут Даша. И сегодня будет такое видео, которое я немножко боюсь снимать, потому что я буду говорить о книгах о Кунина, самого Кунина. И это видео по запросам человека с ником Алин Северный. Я просто не могла отказать человека с таким ником. Почему я боюсь снимать это видео? Потому что это всё-таки серьёзный автор, я бы даже сказала, гениальный. И что я, человек недалёкий, читающий Донсолу, может сказать о Кунине? Поэтому я, честно, не обдумывала совершенно своё видео. Я буду говорить, следуя спонтанности, то есть совершенно не обдуманно и, как говорится, от фонаря. Так что единственное, как я подготовилась к этому видео, это перенесла всю свою библиотеку Акунина в свой кабинет. Я разлила её на несколько кучек, которые ты могла видеть на предварительном видео. И я её разлила на, так сказать, серии, причём идея серии, в которых писала Кунин, то есть это моё собственное деление, но оно совпадает, в принципе. Ну, начнем не буду затягивать. Я начну с книг, которых я когда-то не поняла. Именно они первыми появились у нас дома. Это была «Мамина инициатива». Я тогда знать не знала, кто такой Акунин Дура. Это, то есть, серия романов Пелагея. У меня есть «Белый бульдог», «Чёрный монах», «Красный петух» и «Красный петух 2». То есть, это романы, в которых повести, повествуются, прошу прощения за тавтологию, об имени монахины «Диди к меня». Как ты поняла, уже четыре книги. И это всё издательство «Москва» 2000-х годов. То есть, самая первая книга «Пелагея» 2000-го года, дальше 2001-2002-го, 2003-го. Я как раз в 2000-м закончила школу и поступила в институт. Почему мне не понравилось? Во-первых, я не люблю детективы. Казалось бы, я читаю Донцову. Как я могу не любить детективы? Но Донцову — это не детектив, это повышающее настроение чтива. Основанная на... Сюжет которого происходит... Ну, основывается именно на каком-то детективном сюжете. А вот именно серьёзные детективы я не терплю вообще, в принципе. И «Пелагея» на тот момент, как мне казалось, ну, что может понимать, 16-летняя девушка, даже начитанная, что это совершенно неинтересно. Я ещё не словила тогда вот эту изюминку, потом я уже поняла и знала, теперь я люблю... И я люблю «Пелагею». Так что нужно дозреть, да, «Пелагею» 16-летним может не понравиться, хотя здесь я сужу столько по себе. Нынешние поколения не взрослеют гораздо быстрее, хотелось бы думать. Но перейдём к следующей части. Это, наверное, всё-таки я это называю «Истинное лицо». То есть мало кто знает, что Кони на самом деле зовут Чахтешвили. До сих пор я не научила его имя. И, кстати, я покажу свою любимую книгу от «Истинного лица» этого генерального писателя. «Истинного лица» — это «Кладбищенская история». Она немножечко похожа на «Аристонула», но я позже скажу, почему. Здесь она сочетает в себе две вещи. Рассказ о самых великих кладбищах всего мира и какие-то рассказы, заметки о сочинительного плана, чтобы развлечь публику, чтобы я была не так скучна. Здесь есть иллюстрации, вот, например, и очень трогательные какие-то приведенные цитаты из «Магилы» и «Улакуина» — это у меня любимая совершенно книга. Я ее обожаю. Это то, что я у него перечитываю чаще всего. Это у нас, кстати, издательство «Калибри» из 2009 года. Шикарная книга. Я от нее сейчас говорила об аристономии. Кстати, я ее уже обозревала, если мои люди, можно сказать, обозрели в новинках моих книг. То есть я вставлю ссылку, и ты сможешь пойти посмотреть. В чем я нахожу общее? Здесь тоже есть документалистика, перемешанная с художественным вымыселом. Частично, конечно же. Все-таки основан на реальных событиях. Но разница все-таки при этом в том, что если в кладбищенских историях рассказы, сюжет, но друг с другом никак не связаны, то это наглядный роман. Это целый роман. Просто он периодически прерывается на рассуждение автора, на философские, назовем это так, темы. Двух книжек. Здесь можно видеть, что здесь две книги. Называется «Писатель и самоубийство». Когда я начинала это читать, мне показалось, что скучно. Но потом я увлеклась, и я поняла, что это не скучно. Это гениально. Просто иногда эти две вещи, они друг с другом очень соседствуют. Между ними тонкая грань, и не всегда писателю удается удержаться на ней. Но Акунине удается. Порой, правда, заносит в сторону скучности, но, к счастью, это бывает ненадолго. И предательство Захара, 2006 года издания. На этом книги серии «Настоящий Акунин» завершен. Я, наверное, перейду к его новинке.